Всем привет и добро пожаловать на небольшой скринкаст, который показывает реализацию монады Maybe на языке C-Sharp. Для тех из вас, кто не знаком с понятиями монад вообще, если коротко, монады это просто паттерны или некие стандартные подходы в функциональном программировании. И, соответственно, монады это то, что очень часто используется в языках функционального программирования, вроде F-Sharp, например. Но, поскольку C-Sharp тоже поддерживает конструкты функционального программирования, мы сейчас посмотрим на реализацию одну из монад, в частности, монаду Maybe именно на этом языке. Давайте я для начала создам небольшое приложение, точнее просто набор классов фактически. Значит, какую задачу решает монада Maybe? Фактически монада Maybe решает вопрос о присутствии или отсутствии значения. И вот хорошая иллюстрация того, как это работает. То есть у нас есть некий класс под названием Person, который моделирует человека. У этого класса есть, допустим, адрес. И сам этот адрес, это еще один класс, у которого, допустим, есть имя дома. House name. Такая интересная вещь, которая в России, может, не очень распространена. Но, в принципе, в Англии у домов есть имена, а не просто номера на улице. Соответственно, что мы пытаемся понять? Мы, например, пытаемся понять, есть ли у конкретного Person в адресе имя дома. То есть у нас есть некий метод, в котором передается Person. И мы хотим проверить, есть имя дома или нет. И, соответственно, его выдать. Естественно, что мы не можем написать что-то типа House name равно Person.address.house name. Мы не можем так писать, потому что если Person now или Address now, то у нас будет now reference exception. Это как бы не очень хороший подход. Поэтому мы в большинстве случаев начинаем писать if. То есть мы пишем, что если Person не равно now, и если Person.address не равно now, и если, соответственно, Person.address.house name не равно now, ну тогда можно что-то вернуть или что-то сделать, неважно. Ну и понятное дело, что вот конкретно так, возможно, никто и не пишет, потому что обычно люди мерджат if в один какой-то конструкт, и получается что-нибудь вот такое. Ну тоже не особо читабельно, даже если вы разнесете все это по строчкам. И идея monad и maybe в том, чтобы инкапсулировать проверку на now, чтобы проверку на now не делать explicit ли в вашем коде, потому что все, что происходит вот здесь, это некое углубление в class person. И это углубление его можно определить с помощью monad и maybe, то есть монадически определить. Сейчас я покажу, как это делается. Для того, чтобы реализовать монаду maybe на языке C-sharp, мы создадим несколько методов расширения. То есть мы создадим статический класс под названием maybe, и мы начнем создавать монадические конструкции, первые из которых будут называться with. Давайте создадим extension method и назовем его with. Значит, какой смысл создания этого extension метода? extension method with позволит нам углубляться в любую структуру и на каждом этапе углубления делать проверку на now. Сейчас объясню, что здесь происходит. Значит, у этого метода есть вход и выход. То есть есть значение, которое приходит на вход, это input, и есть значение, которое на выходе. Соответственно, следует помнить, что правила такие, что если на входе now, то и на выходе now, но если на входе не now, то на выходе результат обработки вот этого входного значения. Значит, само входное значение, давайте вот здесь напишем, оно имеет тип t-input, просто объект, а выходное значение высчитывается с помощью некой функции. То есть у нас есть функция, которая берет t-input, она возвращает t-result, и назовем ее evaluator. Примерно так. Значит, следует помнить, что поскольку у нас проверка на now будет как на этом объекте, так и на будущих объектах, которые evaluator нам выдаст, мы должны поставить ограничения. То есть мы должны сказать, что t-input – это класс, и t-result – это тоже класс. Соответственно, сама начинка метода with, она достаточно простая. Мы просто смотрим, если объект равен now, то мы возвращаем now, а если объект не равен now, то мы, соответственно, возвращаем результат вычисления, то есть return evaluator этого объекта. Значит, в данном случае надо поменять тип возвращаемого значения, и все, наш метод with готов. Что это значит? Что это значит вот конкретно здесь? Допустим, мы хотим получить houseName. Значит, мы уже знаем, что нельзя писать person.address.houseName, потому что это вызовет now reference exception. Вместо этого мы пишем следующее. Мы пишем person.with, берем address, еще раз, with, x, x.houseName. Вот так. Вот это более безопасная конструкция, потому что даже если один из элементов now, произойдет примерно следующее. Мы попадем в этот метод. На входе здесь будет person. Допустим, person не now. Тогда evaluator сделает расчет и выдаст нам следующее значение. То есть, person не now, он выдает x.address. А если x.address now, то он придет здесь как now, мы проверим его на now и возвратим now. И каждый следующий вызов тоже будет приходить now, возвращаться now. То есть, мы стерилизовали всю цепочку в каком-то смысле. Вот. Вот этот метод with, это основная конструкция монады. То есть, это то, что позволяет вам ходить по иерархиям, углубляться, и на каждом этапе делать implicitly проверку на now. То есть, мы вот этим методом with мы фактически говорим, что если x.address валиден, то есть, он не now, то продолжай вызывать следующие методы. Если он валиден, то да, мы вызываем следующие методы, но ничего не произойдет вообще, потому что now на входе сразу порождает now на выходе. Давайте теперь посмотрим, что нам нужно сделать для того, чтобы, например, реализовать метод, не знаю, hasHouseName. Есть ли у человека валидный и валидный houseName? Естественно, что здесь можно было бы написать returnHouseName не равно now. Что-то вот в таком стиле. Да, это должен быть boolean результат. Но мы очень часто хочется это делать как часть цепочки. То есть, в каком-то смысле вернуть condition или один результат, если у нас пробросилось валидное значение, и другой результат, если у нас везде пробросился now. Поэтому давайте создадим еще один метод и назовем его return. Значит, идея return в том, что он тоже берет tInput и tResult, но в данном случае мы как бы контролируем, чему равен результат. То есть, на входе мы все так же берем tInput, наш изначальный объект, мы все так же берем tInput, tResult, evaluator, но помимо этого мы еще берем tResult под названием failureValue. То есть, результат, который нужно вернуть, если нам до этого этапа пробросился now. То есть, что-то пошло не так. И здесь мы опять же должны поставить ограничение на tInput, что это класс, но на failureValue, то есть на tResult, уже не актуально ставить никаких ограничений, потому что в return обычно вызывается в конце цепочки вызовов. И здесь все просто. То есть, если o равно now, то мы возвращаем вот это специальное значение failureValue, которое мы определили. Да, кстати, результат, собственно, должен быть здесь tResult. Ну и если o valid, то мы возвращаем опять же результат некой функции, которая применима к этому объекту. Попробую проиллюстрировать это вот на этом примере. Значит, мы здесь не просто что-то высчитываем, а мы возвращаем запрос, который говорит нам, есть ли у person validный houseName или нет. Ну и здесь все просто. То есть, мы делаем person.withpair.address, мы делаем еще один withpair.houseName, и дальше мы делаем return. Значит, что происходит? Если у нас houseName validный, то мы возвращаем true, допустим, а иначе мы возвращаем false. Естественно, вместо true или false здесь могли быть какие угодно другие типы, но видите, мы специализовали, если так можно выразиться, метод return так, что он стал stringBool. То есть, здесь вместо bool могло быть что угодно. На самом деле, специализировать вот эту конструкцию для bool, это тоже очень полезно, и у меня такой метод как раз имеется. Я, поскольку использую monadu maybe как целый шаблон, который я просто вставляю в программы, то у меня есть соответствующий метод под названием returnSuccess. Давайте его тоже определим. Значит, идея в том, что мы здесь возвращаем boolean, который определяет, дошли мы в конце, сидим ли мы на валидном значении или нет. И на самом деле реализация вот этого метода, она очень простая, потому что у нас фактически есть только t-input, который мы получаем как входное значение. И все, что мы должны вернуть, это является ли t-input null или нет. Опять же, тут нужно написать, что t-input – это класс. И, соответственно, в данном случае вот этот вызов можно заменить на вызов returnSuccess. И очень часто, когда мы используем вот эту парадигму, когда метод возвращает success-флаг, то есть, либо да, у меня получилось, либо нет, что-то пошло не так, то я тут использую returnSuccess, потому что это еще один полезный такой конструкт. Помимо этого, сразу же появляется желание в эти цепочки вставлять различную другую логику. То есть, у нас есть проверка на now, как таковая, но у нас нет просто проверки, а иногда хочется сделать просто проверку в смысле традиционного ифа. Но не хочется уже работать с классическим ифом, а хочется использовать вот этот функциональный конструкт. Поэтому давайте создадим монадический иф, опять же, статический метод под названием иф, который будет брать, он будет брать t-input. Соответственно, у нас все тот же объект, который приходит к нам на вход. И у нас есть некий предикат. То есть, предикат, который на основе этого t-inputа говорит, продолжаем мы его в выполнении или нет. Я его тоже называю evaluator. Значит, как всегда, нам нужно ограничить, что t-input – это класс. И что происходит здесь? Значит, как всегда, если у нас объект равен now, то мы возвращаем now. При этом, заметьте, что результат возвращаемого значения у нас тоже t-input. Нет никакого t-output. Это значит, что как бы иф – это такой конструкт, который не меняет контекст. Он не позволяет нам углубляться в структуру, он не позволяет нам делать какой-то логический переход. Он просто делает проверку. И, соответственно, если эта проверка проходит, то есть, если evaluator возвращает true, то мы продолжаем пробрасывать то же значение, которое мы получили. А иначе мы начинаем пробрасывать null и как бы стерилизуем цепочку напрочь. Поэтому такая конструкция, она работает примерно так. Допустим, что, да, вы получили ваш house name, но вы хотите, чтобы у этого house name было как минимум 5 символов. То есть, вы можете здесь написать, что x.length больше 4, то есть 5 символов и больше. И что здесь произойдет? Да, вы получили какой-то house name, а потом пойдет проверка на то, подходит ли этот house name. И, соответственно, return success уже вернет true, если все проверки, включая вот эту, прошли, а иначе вернет false. Что тоже очень часто бывает полезно, особенно в больших цепочках, где вы очень много проверяете на null, и что само по себе естественно. А потом вам нужно проверить на какой-то специфичный condition, например, на количество. Количество элементов больше одного. И вот тут как раз можно добавить такую конструкцию как null, и она вам тоже сэкономит какое-то время в плане написания этих цепочек. Ну и давайте последнюю конструкцию, которая завершает реализацию нашей монады, а именно конструкция do. Значит, идея в том, что мы создаем некий метод, который, опять же, он не меняет контекст, он просто выполняет или не выполняет определенные операции в зависимости от того, получили мы на вход now или нет. То есть, опять же, у нас есть t-input, у нас есть вот этот t-input объект на входе, плюс у нас есть некий экшен от этого t-inputа, который мы хотим провести в случае, если нам попал не null. То есть, если объект равен now, мы, естественно, просто возвращаем now, но если он валидный, и опять здесь нужно написать, что есть ограничение на то, что это класс, если объект валидный вдруг, то мы, соответственно, да, и я забыл здесь тоже t-input прописать, потому что контекст не меняется, то есть у нас t-input на входе и t-input на выходе. Если контекст валидный, то мы вот этот экшен, который передали, мы его вызываем, и потом возвращаем просто тот же объект, который шел на выход. Это значит, что, например, вот здесь, смотрите, здесь у нас, если я сейчас возьму и выберу do, то тип объекта у нас string, то есть у нас никакой не boolean. Несмотря на то, что здесь возвращается boolean, if не пробрасывает значение вызова никуда дальше. Поэтому у нас в вызов do пришел house name. И здесь мы можем написать, например, console.writeLine, и это выведет house name на экран, вот конкретно в этой точке, при условии, что house name не равен now. Если house name пришел now, то, естественно, никакого console.writeLine не будет. Вот, собственно, и все. Я продемонстрировал вам, как в простых терминах, используя некую магию generic методов расширения и можно реализовать монаду maybe на языке C-sharp.